Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас депутатская программа, потому что в гостях у нас депутация. Это депутат городского округа Люберцы Дмитрий Афанасьевич Кристинин. Так получилось, мы выяснили, что вы у нас в 2023 году даже и не были в гостях. То есть мы с вами виделись, как говорят, сейчас в крайний раз в 2022 году. Выборный год для городского округа Люберцы. Столько событий произошло. Но это означает, что мы, кстати, часто зовем ваших коллег к нам сюда в гости. И некоторые действительно не хотят к нам на теле приходить, а потому что дела, работа. Потому что не забывайте, что у депутатов есть еще своя непосредственная работа. И есть вот эта сумасшедшая нагрузка, которая 24 на 7. Так работаете, 24 на 7, да? Что за прошедший год можете сказать? Начнем вот с этого. Как обстановка лично у вас, как у депутата? Все ли хорошо получается? Добрый день, уважаемые зрители. Скучать нам никогда не приходится. В зависимости от желаний, возможностей каждого, мы как принимали, так и принимаем участие в жизни нашего родного города. Во всех сферах женедеятельности его. Сейчас для нас, всех депутатов, период отчетности, выполненной работе за 2023 год. Она обязательная, да, эта отчетность? Для чего же мы тогда все-таки работаем? Проходит какой-то отчетный период, и стоит подводить итоги о том, что сделано, рассказывать о новых каких-то планах на текущий период. Ну, это нормально, это разумно, это и интересно должно быть нашим жителям. Ну, и, кстати, они же могут вам что-то новое попросить вас сделать, да? Безусловно, и, конечно, принимаются новые наказы, и работаем мы во всех направлениях. Ну, хочу я сразу отметить, что активно встречаемся. Вот по данный момент, с 1 февраля, вот у меня лично проведено порядка 35 встреч на сегодняшний день. Ну, встреча на встречу не всегда бывает похожа, бывают ситуации разные. Где-то бывает больше вопросов, где-то люди хотят больше услышать. Больше внимания. Да, кто-то из лидеров общественного мнения, того коллектива, в котором он-то присутствует, уже задает какой-то тон разговору. А вот мы хотим выяснить, да? И поехали. Ну, всегда открыто для диалога, для обсуждения любой темы, какой бы, возможно, она щекотливой, животрепещущей не была. Но сейчас мы понимаем, что основные это темы, помимо той отчетности депутатской, которую мы и хотим сами делать, которую мы обязаны сделать в силу того, что мы все-таки избраны нашими избирателями. Надо показать это свою работу. Ну, безусловно, это проведение специальной военной операции на Украине. Эта тема у нас в наших сердцах, в наших душах. Мы плотно взаимодействуем с семьями наших воинов, постоянно встречаемся с ребятами, которые приходят в отпуска, поддерживаем их, передаем гуманитарную помощь. Это на постоянном потоке, это деятельность. И не всегда те моменты, в которых депутат какой-то принимает участие, мы это озвучиваем в силу многих причин. Я очень внимательно отношусь в этих случаях именно к личностям, как таковым, и семьям, женам, детям, самих воинов. Потому что эта информация, на мой взгляд, не должна быть общедоступной. Ну, я имею в виду лесов, фамилии, места дислокации, это все-таки военная тайна, можно так сказать. Тут вас еще профессионал говорит, все-таки вы ближе, чем некоторые депутаты, к этой тематике. Но вот помощь семьям именно. Иногда приходится просто разговаривать или действительно там решать какие-то вопросы, я не знаю, школьные, если это дети. Вот с чем обращаются? И надо, принцип какой? Вообще я сейчас за весь депутатский корпус к вам обращаюсь. Это можно позвонить, узнать, как у вас дела, или вы ждете, пока они к вам обратятся? Как идет процесс? Очень такое плотное взаимодействие было перед новогодними праздниками. Тот список наших воинов, который достал семье, который отрабатывал я, я связался почти со всеми. И у меня там оказалось 15 семей, с которыми мы начали работу. Я поздравил деток наших воинов, выслушал какие-то пожелания. И вот мы продолжаем поддерживать с этими семьями взаимоотношения. Дальше еще ребята также уходят на спецоперацию, появляются новые семьи. Разные вопросы бывают. Бывают ребята раненые, кто-то приходит в отпуск. Мы все стараемся отработать каждое обращение. Вот так, чисто по-житейски, например, мне запомнился один случай, когда жена нашего воина попросила маленькому ребенку елку на вагоне. У нас не было ни разу еще у сынишки елки, можете его придумать? А тут так получилось, что наш друг по общественной палате Игорь Березнинский буквально накануне позвонил, сказал, что вот есть желание помочь, если нужно, и меда елка. Я говорю, вот как-то так все совместилось. Я говорю, ну давай вместе выполним пожелания. И мы вот привезли, да, было просто по-человечески приятно о том, что получилось, вот потом прислали фотографию, что вот мы на елочке, там вот вместе на фотографии на фоне елочки, что это первая елка для сына в жизни. И ну как-то вот просто, вроде как получилось не такое большое внимание, но вовремя оно проявлено. Да, 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 но вот дал как-то вот но. И вот тут же получается, что, конечно, поговорим о других еще обычных, так скажем, проблемах, но вот здесь же очень важно для депутата, вообще для депутатского корпуса, для депутата всех уровней, это же еще вот психологическое отношение, это же уже, как говорится, не обычная ситуация, да, когда приходят там, не знаю, ЖКХ, дворовые территории и так далее. А это именно человеческий фактор. И здесь нужно еще себя не просто как депутата, но и как психолога еще проявить. Ну, вы знаете, я, мы тоже вот перед новогодними праздниками, когда проводили мероприятие, в моей родной школе имени Героя Советского Союза, заслуженного летчика-вспотателя Евгения Ивановича Ларюшина, номер 11, Лидия Николаевна Антоновна, депутат Московской областной думы, присутствовала вместе с нами на этом мероприятии. Ну, и мы по согласованию решили каждой семье для воина, когда папка придет в отпуск, домой, подарили по маленькой карманной иконе Божьей Матери Косинской. Это чудотворная икона, которая находится в селе Косино, в городе Москве. Это ближайшая к нам святыня, совсем рядышком. Вот они были приложены накануне поздравления к чудотворной иконе, и вот это мы делали. И дальше я так же стал это все выполнять. И всегда, когда я с кем-то знакомлюсь, я обязательно спрашиваю, крещен ли ли воин, его имя при крещении. И далее мы с нашими храмами и в Косино, и с Наташевским храмом мы отрабатываем, подаем годовые поминовения о здравии. Ну, понятно, что это, конечно, сейчас во главе угла, и впереди у нас год только начинается. Сейчас вот будет мартовский женский праздник, тоже, наверное, будет особое внимание для жен. Впереди лето и так далее, и вопрос помощи детям. Но, помимо всего этого, есть и другие вопросы, которые у депутата никто не забирал. Во второй части мы еще поговорим о том, что у нас выборы впереди, правда? А сейчас давайте немножко поговорим, какие наказы. Все-таки мы давно с вами не виделись. Я же так понимаю, что у нас два направления существует. То, что утверждено уже Советом депутатов, то, что уже на карандаше, и то, что делается. И какие-то текущие вопросы. С чем в основном сейчас приходят граждане к вам? Какие, может быть, интересные моменты, необычные, или все пока традиционно? Все, как и было, все вопросы касаемо благоустройства комплексного, каких-то ремонтных работ, которые где-то, к примеру, есть план выполнения этих работ, а он, по мнению жителей, немножко далеко стоит, но хотелось бы сделать это поскорее. В любом случае, совместно с администрацией, с профильными заместителями, главы по той или иной тематике, мы эти темы обсуждаем. И, кстати, вы на отчете можете им сообщить, что да, это в плане стоит, например? Ну, конечно. Да, то есть, просто некоторые не знают, может быть, даже, или подзабыли, знаете, как бывает? Просто вот сейчас... Бывает и такое. В феврале у нас оказался таким, значит, почти апрельским, я бы даже сказал, по погоде. И мы видим, конечно, что дороги вообще в Московской области, да и в Москве, ну, как всегда, там, где особенно большое движение, они немножко, конечно, испорчены. Я имею в виду те федеральные трассы, которыми федералы занимаются. Но есть дороги... Сильные перепады температур в текущую зиму, много осадков. Все это, конечно, влияет отрицательно на свадьбу. В текущую территорию тоже, да, у нас снега было очень много. Это, правда, один из самых снежных годов. Более того, он еще остался. Он еще далеко не сошел, и это ему еще... Выпадет, наверное, да. ...времени. Не хотелось бы, но... Удалось снег вместе депутатам, скажем так, убирать в этом году или были проблемы? Содействовали, быстренько откликались из нашей службы. То есть схвачено уже все, то есть схема существовала? У нас традиционно бывают пожелания от Наташинского храма, когда, чтобы проезды, все тоже, все отработано. Спасибо Сорокину Александру Евгеньевичу, доместителю главы по этим вопросам. Да, мы... Ну, это все наше общее и забота, и работа. И когда, если до него немножко долго это доходит, мы и подсказываем о том, что... Ну, мы это почувствовали. ...та территория, которую нужно сделать поскорее. То же самое сейчас хочется отметить, что глава городского уголюбия Владимира Михайловича Волка лично уделяет внимание на каждом своем оперативном совещании тематике следующей очистки всех общественных мест, и в том числе подходов к образовательным и дошкольным учреждениям. И когда мы получаем на встречах какие-то по этому поводу пожелания, мы эти территории берем, соответственно, под контроль. И надеюсь, что уже в будущем году мы подобных ситуаций не допустим. А как вы их берете под контроль? Ваши помощники или вы сами туда приезжаете? Ну, я проживаю в границах избирательного округа. Я на нем нахожусь постоянно, я вижу, я очень... То есть сигнал может прямо от вас поступить, если что? Да, очень много лет назад повелось так, что есть общий доступный телефон для связи, который расположен на сайте депутата, а есть телефон, которым у меня указаны мои визитки, которым я при знакомстве сразу же делюсь с тем человеком, которым знакомлюсь. Вот я посмотрел, познакомил с человеком, я его себе представляю визуально, знаю, как его зовут, даю визитку, вот номер мобильного телефона личный, просьба, сообщение в мессенджер о том, что я такой-то, такой-то, такого-то дома, я его фиксирую, дальше у нас с вами прямая связь личного плана имеется в любое время. Ну, то есть контакт очень быстрый, я так понимаю, что мы же сейчас находимся в таком интересном периоде, когда-то сайт, да, это была такая главная база, а сегодня все-таки это мессенджер, я так понимаю, вы ими тоже пользуетесь, вот звонки и так далее. Но прежде чем вот мы завершим первую часть, все-таки, ведь человек так, ну, ответственный, да, депутат, а мы с вами давно знакомы, понимаем, что вы человек ответственный, но ведь есть как бы задачи, которые, ну, очень трудно, то есть хочется выполнить, но очень трудно. Как тогда решается этот вопрос? Вы обращаетесь к депутатам областной думы или к депутатам, вернее, к депутатам областной думы и к депутату городскую, то есть к Государственной думе, можете ли вы повлиять на какие-то серьезные вопросы, которые люди ставят? Мы все работаем в тесной связке, у нас цели и задачи у всех одни, у депутата всех уровней, и у главы городского округа, и у его заместителей, всей администрации. Забота о нашем родном городе, его жителях. То есть, начиная от уборки снега, заканчивая какими-то уже более серьезными вопросами. Да. Ну, напомню, что у нас в гостях сегодня, сейчас, в эту минуту, Дмитрий Кристинин, Дмитрий Афанасьевич, депутат депутатов городского округа Люберцы. Поговорили мы о текущих делах. Еще один вопрос, а прием у вас как проходит? Последний вторник месяц. Так, а где у вас? 15 до 17 часов традиционно ЖЭУ, 7 кабинет начальника ЖЭУ. И вы туда как бы должны прийти? Текущий прием крайний месяц прошел, было 4 наших жительницы, все вопросы приняты. Что-то мы смогли сразу направить уже в рабочее русло, что-то нам надо будет выехать на месяц совместно с управляющей организацией. Один вопрос по ремонту канализационного колодца. Мы должны будем рассмотреть совместно с представителями ООО «Люберецкий водоканал». В любом случае, это все будет сделано. Нужно небольшое время. Все наказы приняты, все будем реализовывать. Все, как говорится, на карандаше, как говорили раньше. Сейчас сделаем небольшую паузу. Дмитрий Кристинин здесь у нас в гостях. Депутация эта депутатом городского округа Люберцы. Это программа «Открытый диалог». Дождитесь продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Депутатский эфир у нас сегодня. Депутация депутатов городского округа Люберцы Дмитрий Кристинин. Мы поговорили и о том, какие сегодня стояли задачи перед депутатами, как они выполняются. Но я так понимаю, что все мы находимся в преддверии такого важного события. Выборы пройдут. Впервые президентские выборы пройдут по стране три дня. И я так понимаю, что для депутатов это тоже такой важный момент. И как это касается лично вас, как гражданина и как депутата? Главные выборы страны, безусловно, этим сразу все сказано. Выборы президента – это то политическое событие, от которого в нынешней мировой всей ситуации будет зависеть не только судьба России, а судьба, скорее всего, всего мирового сообщества в ближайшее время. И все это мы прекрасно понимаем. И на всех встречах, которых сейчас с жителями мы проводим, одной из тем обсуждения, безусловно, является именно просто призывание наших граждан к исполнению своего гражданского долга, к участию в этих выборах. Сейчас есть такое новшество, которое нам позволяет с какими-то наименьшими личными тратами времени принять участие в этом процессе важном. Это дистанционное электронное голосование. И мы рассказываем про это нашим избирателям. Только суть в том, что, чтобы принять в нем участие в эти значимые для всех нас, надо пройти регистрацию через портал Госуслуг. И нужно это сделать до 12 марта. Все это мы рассказываем. Особенно на людям, скажем, зрелого такого, пожилого возраста, которые немножко боятся этого. С нашим старшим поколением у нас немножко другая тактика. Я присаживаюсь вместе с ними и показываю, как это можно сделать со смартфона. То есть мы, но некоторые, наверное, все равно хотят пойти, что называется, ногами. Да, есть такое, потому что старшее поколение все-таки пришло. Я привыкла к тому, что надо прийти, именно отметиться на избирательном участке. Посмотреть, все ли нормально здесь. Принять такое именно участие. Но хочу сказать, что многие из старшего поколения, да, они рады, что есть такая возможность. И вот мы присаживаемся, я провожу еженедельно почти подобного рода встречи, где старшее поколение приходит, и я им помогаю исполнить эту регистрацию. И я так понимаю, что речь идет сейчас о том, на вашей участке же есть, правильно, избирательная? То есть скоро начнется уже формирование. Вот, какая-то работа, тут же мы понимаем, что депутаты, как администрация, две ветви власти, да, они должны обеспечить эти выборы. Обеспечить, чтобы все прошло нормально, чтобы все работало и так далее и тому подобное. Да, избирательная комиссия принимает непосредственно участие в обеспечении выборов. А ваша задача просто помочь, я так понимаю, гражданам? Ну, информирование, куда же идут люди с вопросами, когда они есть. Вот, и на крайнем приеме опять были вопросы, а где будет находиться избирательный участок? Я говорю, ну, а где вы проживаете там-то? Я говорю, ну, вот ваш избирательный участок, давайте вместе посмотрим. Я знаю, где он находится. Ага, даже так? Я бабушку в процесс включил, то есть мы открыли сайт Центральной избирательной комиссии, я показал, видите, как процесс, вот находится ваш избирательный участок. Ой, спасибо, я буду знать. Все, видите, тут указан телефон, номер, можно туда позвонить, заказать выезд на дом, если вам вдруг будет как-то не здоровиться. И вот, все это, да, спасибо большое, но я обязательно приеду. Все, с вами там обязательно встретимся. Понятно. А депутаты сами как, готовятся к выборам? Будут же голосования и так далее? Я буду дистанционно голосовать, я прошел регистрацию. Ну, показывая с собой пример, я же не мог, как бы сказал, вот я пойду, а вы голосуйте дистанционно. Сказал, нет, мои уважаемые бабушки, дедушки, давайте, вот я вам показываю пример, а вы тогда за мной все. А как депутат вы можете приехать уже во время выборов, посмотреть, как там дела? Ну, я обязательно, конечно, буду присутствовать на избирательных участках, на всех по избирательному округу, я традиционно совершаю все эти объезды. А зачем вы совершаете эти объезды? Ну, это уже опять общение с нашими избирателями непосредственными, да, и можно встретиться со знакомыми, рассказать, опять же, краткий отчет о том, что сделано, потому что я на всех отчетах, всего понятно, быстренько не расскажешь, на это нужно много времени, я, проводя, скажем так, краткий экскурс по всем этапам, там, комплексного густого, всех ремонтных работ, выполненных в границах избирательного округа, я тут же объясняю о том, что с полным отчетом можно ознакомиться на сайте депутата, который будет размещен в ближайшее время. А, будет размещен, да? Да, конечно. А по вашему опыту этот отчет смотрят, то есть люди интересуются, да, могут еще какие-то вопросы потом задавать уже исходя? Обратная связь открыта, есть и адрес электронной почты, и телефон, и с теми людьми, у которых есть личный номер телефона, пожалуйста, всегда рассвязывайся. Ну, вернемся к теме выборов, так как вы, я так понимаю, очень активно этим вопросом сейчас занимаетесь, вот как вам кажется, насколько люди сейчас настроены пойти на выборы, которые, ну, можно же все показать, рассказать, но человек может, например, не захотеть пойти, да, или в последнюю минуту передумать. Какое у вас ощущение? Выборов было много разных. Готовы люди идти голосовать? Вы знаете, да, вот, как я немножко повторюсь, за вот эти 35 встреч, которые по данный момент я провел, я могу сказать, что они были в разных коллективах. Это были и трудовые коллективы, это были жители непосредственно в своих домах, это были родительские собрания в школах. И вот хочу привести, к примеру, то есть, в школе номер 26 на улице Урицкого, 10, которая размещена, новая школа, ее открыли мы в прошлом году, прекрасное учебное заведение, новое, позитивное. По последнему слову техники, да? Да, со всей душой, но тут вот я решил посетить родительские собрания. Мы вместе с директором школы Юлией Николаевной Пчелкиной посетили их 8 за один день. Ух ты! Это были родительские собрания начальных классов, с 1 по 4. Их проводилось в этот день 15, но с учетом общения с нашими родителями мы просто вовсе не успели попасть. Ну, 8 уже тоже. Они разбежались, но мы прошли, да, по 8 классам. И, вы знаете, ну, обсуждая, в принципе, я пришел по одним вопросам к директору, а потом, ну, наше общение затянулось, и мы решили, что давайте-ка мы все-таки пообщаемся с нашими родителями. Это здорово, депутат пришел к родителям. Я хочу сказать, что на абсолютнейшем позитиве во всех классах нас встречали. И начинал я разговор, ну, чисто мне же самому, и хотелось бы узнать это мнение, и все. Вторая половина нового учебного года, и люди тоже уже там по выкресе, дети. Мне просто хотелось узнать мнение. Как дела? Поэтому, когда меня Юлия Николаевна представляла, я говорю просто, что, друзья, у меня вопрос такой простенький. Скажите, пожалуйста, а нравится ли школа? Они говорят, да, ну, и все, и весь, да, как же, и что вы, и вот, и все такое. И я говорю, хорошо, вам нравится, а детям, да, да, тоже. А вот питание, ой, вообще все хорошо. И как-то все. Как-то все хорошо. Вот, на самом деле, вот ни одного не было. А так бывает? Слушай, ну, бывает, и бывает не только в новых заведениях учебных, новых зданиях, а бывает там, где хорошие учителя, правильно, а их у нас подавляющее большинство. Где выстроена логистика, правильно, да? Решаются возникающие вопросы быстро. Я хочу сказать, что в наших школах это организованный везде процесс. Люди все разные, безусловно, возникают ситуации разные, но, тем не менее, находя компромиссы и заботясь именно о наших детях, это основное, и все мы над этим и работаем. И мне понравился вот такой вот обратный отзыв, как у родителей всех. Ну, кстати, очень хорошо, когда тот случай, когда, ну, я думаю, родители все равно больше соберется узнать о своих детях. Как раз хорошо прийти на родительское собрание, потому что это как раз срез, да, общество. Ну, понимаете, я же, проводя вот эту параллель и задавая вроде как банально такой простой вопрос, ведь школа-то строилась у нас, это такой народный проект для нашего выбирательного округа, это было самое значимое событие 2023 года. И строилась она как мы это все, я-то это все прекрасно помню, через нас все это проходило, и кто принимал в этом непосредственно участие, и как все это вообще все. Я вот это все родителям рассказал, они пришли на готовый продукт, привели своих деток уже, а как все это было, да. Вот, и понимаете, когда я вот немножко вот так вот навязчиво дал это понятие, они немножко, кто-то задумался, кто-то как-то, да, и они немножко с другой стороны узнали того же директора Юлию Николаевну. Посмотрели на всю администрацию в лице нашего главы Владимира Михайловича Волкова, что, да, как это все вот было, так вот правильно, ты вовремя, и все, ну, понимаете. И вот, да, и... Довлетворение это называется, да? Безусловно, я сказал, нам очень приятно, что все это получилось, мне очень приятно видеть ваши радостные вот лица, такие позитивные, мне очень приятно, что наши дети в таких условиях учатся. Ну, опять это получается такое кураторство, которое начинается чуть ли не с котлована, да, и заканчивается уже... Это так фактически было, конечно. Да, и заканчивается уже, ну, как вам тут, да? И Юлия Николаевна, принимая на себя уже должность директора, новой, будущей школы, она же принимала непосредственно участие во всех процессах. Конечно, так всегда, да. В окончании строительства и все, и без нее ничего не было, она там... То есть школы еще не было, а директор уже была. Да, она там уже жила, можно сказать, и это уже тоже надо понимать, то, что это... Ну, не каждому дано так просто это сделать, это внутренние, очень серьезные личностные затраты какие-то. Вот, и безусловно, ну, и все-таки на всех встречах я всегда подчеркиваю, где в начале разговора, где в середине, где к его завершению о том, что... Друзья, ну, мы все Россия, мы все страна, мы все вместе, а когда мы вместе, мы силы, и давайте понимать, что три дня марта месяца... Выделите какую-то... Да, мы должны, наверное, отдать нашей Родине. А как вы относитесь к тому, что вот три дня, да? Раньше все-таки был один день... На мой взгляд, это гораздо удобнее для избирателей абсолютно всех, потому что, ну, в один день планировать, воскресный день, единственный у кого-то выходной, какой-то может быть... А кто-то, может быть, работать в смену, и все это немножко, да, пусть даже имеется возможность дистанционного электронного голосования, но тем не менее. А три дня любому гражданину гораздо проще спланировать свое личное время и без каких-то там серьезных личных затрат сделать так, чтобы исполнить свой гражданский долг. На мой взгляд, это удобно. Он не совсем депутатский, тем более, что у нас все-таки превалируют депутаты от одной партии, скажем так, но тем не менее, идут на выборы несколько представителей, вот. Они как-то контактируют с депутатами, представителями других партий? Они же должны проводить какую-то агитацию по закону, как... Или они сами решают эти вопросы, вы в этом не принимаете участие? Никто никакой агитации не проводит, наша задача... Нет, я не имею в виду агитацию, они с их стороны. Ну, я открыл для любых общений, я вот этого не наблюдал лично по данный момент, я этого нигде не видел, чтобы это было. Возможно, это есть, но наша задача, чтобы наши граждане просто понимали, что это их долг. И сделать так, чтобы, да, вот массово, всем и просто всему мировому сообществу показали, что Россия – это единая страна. И эти дни для нас, они важны, мы понимаем ответственность за них, за ответственность коллективную за будущее нашей Родины. Мы все в эти дни сродят. Я так понимаю, что работы впереди много, поэтому напомню вам, что в гостях у нас сегодня был депутат, это депутат в городском Коколюберце. 8 марта. 8 марта, да. А я же к этому и веду. Вот хочу предоставить слово Дмитрию Афанасьевичу Кристинину, депутату Совета депутатов, говорит так тихонечко, 8 марта. А вот у нас самая крайняя камера левая, вот ваше обращение, поздравления, прошу. Милые женщины, до этих ответственных дней мартовских выборов президента Российской Федерации будет день светлый, яркий, солнечный. Праздник весны, ваш день, 8 марта, международный женский день. И в преддверии этого прекрасного весеннего праздника я желаю всем вам мира, добра, любви, чтобы все вы были здоровы, были здоровы и счастливы ваши семьи, чтобы все было у вас всегда прекрасно. Мирное небо над головой, яркое солнышко светило вам на продолжение всей долгой, счастливой жизни. Будьте здоровы и счастливы, милые женщины. С наступающим днем 8 марта. Депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Дмитрий Афанасьевич Кристинин, спасибо вам большое за то, что пришли в программу. Это был «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»